Омск встречает гостей. Сергей Лукин, трёхкратный победитель сибирского марафона, прилетел сегодня утром и уже перестраивается на местный часовой пояс. Мы встретили атлета в аэропорту, а уже в гостинице душевно пообщались о спорте. Изначально, конечно, не был бегуном, был лыжником, потом где-то уже в таком зрелом возрасте переключился на легкатлетику. Ну, не сразу стал марафонцем, а прошёл сначала по стадиону, от средней дистанции до стаирских. Где-то там уже в возрасте 27 лет стал правовой силы в марафонском беге. Точно не помню, когда я первый раз приехал в Омск. Ну, я думаю, что это где-то было в начале 2000-х годов. У меня был дебют. Я помню, что там более такие матёры, марафонцы даже меня побаивались. Но вроде с первым стартом я не попал в призы. Я был вроде то ли четвёртый, то ли пятый. Так, накусался. И вот где-то, наверное, как мы посчитали, 2006-2007 год. У меня получился такой дубль, когда удалось победить. Два года подряд. Потом, естественно, я, наверное, приезжал в 2008-м, наверное, там тоже проиграл. Но в 2009-м тогда удалось, конечно, выиграть автомобиль. Я на нём ездил, наверное, больше 10 лет на этом автомобиле. Ну, да, потом уже, конечно, он стал стареньким, пришлось его продать. Но я думаю, что бегает я где-то мельком видел там по городу, по Санкт-Петербургу. Вот он пронёс себя, сразу узнал. Так что он ещё на ходу. Машина яркая такая, видная, да. А можете вспомнить, вот как вообще появилась идея впервые участвовать на Омском марафоне? Как это было? Ну, тогда уже, как бы, Омский марафон, он так был очень известный. Конечно, марафонцев сезон — это весна-осень. Но тут не видно, появилось окошечко. Вот, и я решил съездить посмотреть. Очень понравилось. Поэтому приезжал раз, пять точно, а может, даже больше. Успели посмотреть, оценить, как меняется город? Или всё-таки, когда приезжаешь со спортивной целью, особо не до достопримечательностей? Нет, я сегодня погулял, я сегодня вышел на набережную, на Иртыш. В принципе, много чего изменилось. Появились, конечно, там новые здания. В целом, я узнал знакомые места, прошёлся по проспекту, погулял тут, в парк заходил. Так что приятно, приятно мне это воспоминание. Самое любимое место в Омске Сергея Лукина? Ну, это площадь, это финишная площадь, когда удавалось выигрывать. Самое приятное место. И вернёмся опять же к марафонам. Наверняка в вашей карьере есть какие-то истории интересные, которые случаются по ходу забега. Что-нибудь такое неординарное происходило у вас во время Сибирского международного марафона за всё это время? Да, у меня был один случай. Вот, наверное, я как раз выиграл второй раз подряд, когда бег вообще не складывался. Ну, вот, я бежал там, наверное, в восьмом или девятом, мальчишки все от меня убежали. Я уже думал, быстро-таки посещали меня, что, наверное, надо это как-то сходить. А потом в итоге убежался, всех догнал, догнал лидера. Ну, вот, и пробежал тоже очень прилично. У второго выиграл, я помню, минуты три. Я и многим эту историю рассказываю, что не надо пускать руки, даже если поначалу как бы марафон не даётся, надо, ну, там, упереться чуть-чуть, поработать. И, глядишь, там, вторая половина будет более быстрая, чем первая. На этом марафоне он для вас точно будет знаковым, потому что вы дебютируете в руле наставника, когда прибежит ваш ученик. Да, у меня бежит мой ученик Николай Волков. Такой достаточно уже известный марафонец. Вот. У него дебют на Омском марафоне. Сейчас он очень хорошо готовился, съездил на сборы в город Кисловодск. Вот. Я думаю, что ему будет приятно стартовать рядом с наставником. Конечно, я не смогу долго продержаться с ним. Я думаю, может, километр всего один. А потом, конечно, отстану. А если представить, допустим, финишная прямая, вы бежите вместе с ним, ваши действия вы пропустите вперёд своего ученика? Нет, конечно. Нет, конечно. Буду выигрывать. Буду... Финиш всегда был моим козырем. Вот. Буду выигрывать. Осталось только прибежать 41 километр. Тогда точно победу не упущу. Для вас дождь – это, скорее, плохо или хорошо во время забега? Я любил дождь. Всегда любил дождь. Ну, моросящий, конечно, не ливень. Но вот именно такой моросящий дождик. Там температура где-то в районе 10 градусов. Не настолько комфортно именно бегать было в дождь. Единственная проблема была, особенно в европейских странах, они моют дорожное покрытие специальными шампунями, моющими средствами. И такая образовывалась плёночка невидимая. Она была скользкая. Но это Европа. Надеюсь, что в Омске марафонки скользить не будут. Ну и, пожалуй, последнее. До марафона остались считанные дни, считанные часы. Что бы вы хотели сказать о мячам в преддверии забега? Вам слово. Ну, я же хотел бы пригласить всех на старт. Всё-таки событие такое знаковое. Сейчас в связи с пандемией очень многие такие беговые массовые мероприятия тяжело провести. Поэтому приглашаю прийти в воскресенье, поболеть, посмотреть на марафонцев, ну и поддержать своих, родных. Потому что я знаю, что много мячей выступает на марафоне. Просто праздник. Профессиональным стаэрам, таким, например, как Сергей Лукин, конечно же, не нужна помощь пейсмейкеров. Людей, помогающих бегунам на трассе, грамотно распределить силы и держать определенный темп. Не нуждаются опытные марафонцы и в наших советах. Но ведь каждый год на основную дистанцию сим выходит и как минимум десятки новичков. Вот им-то не обойтись. И без пейсмейкеров, и без рекомендаций ветеранов стаэрского бега. Все это в нашем сюжете. Знакомьтесь, этот замечательный человек, один из пейсмейкеров, предстоящего сим, Алексей Ермаков. Свой первый в жизни марафон он пробежал в 2005 году. А сейчас на его персональном счету уже 53 покоренных 42-х километровых дистанций. А распробовал для себя особый кайф марафонского бега Алексей в своем родном омском городке Нефтяников. Распробовал я с помощью омского Сима, потому что он проходил по улице Химиков. И мне было интересно посмотреть на этих суперлюдей, которые пробегают мимо меня в маечках и трусиках. Выглядело это все впечатляюще. И, конечно, загорелась мне страсть пробежать марафон. От мысли пробежать марафон я получаю удовольствие. Но почему-то после 20-30 километров, я думаю, какого лешего я в это ввязался. Нет, это последний раз. Каждый раз я себе даю за руку. Все, хватит, никаких больше марафонов. Но немножко отдохнув после финиша, буквально через час-два, думаешь, так, а какой же может быть следующий забег? У стаеров «Планета Земля» есть свой собственный аналог бриллиантовой лиги. Это World Marathon Majors. Самая престижная серия забегов в мире. Начиная с 2006 года она проходит ежегодно и на сегодняшний день состоит из так называемой «Большой шестерки». И все эти элитные забеги покорились омскому поклоннику марафонского бега Алексею Ермакову. Я пробежал все мэджоры. Это Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Берлин, Лондон и Токио. Замечательные марафоны, куча эмоций. Но можно сказать, что при этом ты вот парень омский, и тебе все равно сим как бы, ну, самый родной, самый как-то душевно теплый. Так и есть. Я всегда стараюсь в нем принять счастье и по возможности письмейкерам. Евгений Непша в особых представлениях не нуждается, поскольку широко известен в российском беговом сообществе. Евгений – чемпион России по суточному бегу. 15 раз выступал в сверхмарафоне «Сутки бегом». Номинант региональной премии «Народный герой-2018». В общей сложности Непша пробежал 47 марафонов. А начиналось его увлечение стаирским бегом совершенно случайно. Пригласил друг, он бежит марафон, а я, чтобы побыл с его братом, который пробежит мини-марафон, там 4 километра. Ну вот парнишка пробежал, и мы начали ждать его брата старшего. И я так впечатлился, что на следующий год, вернее, после марафона я ему говорю, Саня, на следующий год я пробегу марафон. И все. И так он влился в мою жизнь, и пробежал я его в 96-м году. Вот СИМ – это был первый. Сейчас выйду на старт, это будет уже 25-й СИМ. Ну, не пропускал ни одного. Все, что мог, я доказал самому себе. И сейчас чисто для удовольствия. И так как жизнь меня все равно свела с беговой братьей, я сам и организую, и бегаю. И получается, что марафон для меня – это как, скажем так, между, такая прослойка, между тем, что я делаю, горю и живу, и теми людьми, которые хотят постичь это. И вот моя задача, как марафонца, организатора – помочь людям полюбить этот вид спорта, полюбить длительный бег и помогать им в этом направлении. Именно для этого ты берешь на себя функции пейсмейкера? Да. В частности, 100% вот из-за этого еще. Давать наставления накануне марафона опытным бегунам нет смысла. Зато для новичков любые дельные советы лишними не будут. Поэтому специально для вас, уважаемые дебютанты, подборка предстартовых рекомендаций от бывалых марафонцев. Одна из, как говорят сейчас, лайфхаков – это два узла завязать шнурки на кроссовках, а можно и три, чтобы шнурки не болтались, а были заправлены равномерно. Не одевать новую обувь, не рекомендую одевать новые кроссовки и носки, скажем так. Вот. Кроссовки, чтобы уже обкатанные были несколько, там, десятков, сот километров. А носки, чтобы вы в них уже побегали без швов. Вот. За день, за два до марафона есть смысл устраивать себе беговые тренировки или лучше дать организму отдохнуть от бега? Лучше дать отдохнуть. Если вы любитель и не претендуете на высокий результат, ваша задача – закончить в пределах 4-4.30, то лучше всего последние два дня отдохнуть до старта. Нежелательно, если ты вышел на первый раз на трассу, наслушавшись чьих-то советов, принимать какие-то лекарства непонятные, неизвестные. То есть, допустим, это мне может помочь, а может, мне будет плохо, я возьму с собой какие-то таблетки. Этого делать не следует. Легкий завтрак за два часа. За сутки до старта, двое сутки до старта, поесть больше соленую пищу. Для чего? То, что в организме будет натрий-хлор, он немного будет удерживать воду, и вы позже начнете потеть, даже если солнце будет припекать, и натрий-хлор будет удерживать влагу в организме, и вам будет легче бежать. Если это не делать, как иногда у меня тоже бывает, забывая это все сделать, и выхожу на старт, я уже на старте спотевший. Потом по дистанции, по дистанции, быстрее выхлёстывает тебя, выхлёстывает, и ты вот драгоценные капли пота просто-напросто теряешь. Одеваться, наверное, лучше полегче, из-за того, что, в принципе, кажется, с утра прохладненько всегда, ну, всегда прохладнее, допустим, чем днем. Одеваешься тепло, а потом становится жарко, и непонятно, куда эти вещи девать, то ли в руках, то ли снимать, то ли каким-то прохожим отдавать. В общем, не ясно, что с ними делать. И главное, не забытьте взять с собой на дистанцию забега хорошее настроение. Запомнили? Отлично. Тогда до встречи в это воскресенье на трассе Сибирского международного марафона. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин